я пришла в свою теплицу смотрите я тут хотела поэкспериментировать с огурцами но сначала я хотела на улице поэкспериментировать смотрите какой у меня здесь огурец баклажаны уже на этой неделе наверное будут собирать вот эти вот три штучки карина приедет и приготовлю очень вкусные баклажанчики которые пробовала напомните нас приглашали подписчица в мельтенберг смотрите здесь какой огурец огроменный не могу до него добраться смотрите какой гигантский когда нас приглашала подписчица на дачу к себе в гости вот она готовила очень вкусные баклажаны у не были я спросила рецепт приготовлю вот корявенький ой здесь еще смотрите я уже а там он маленький засох я короче говоря сейчас посмотрю хотела сначала на улице немножко поэкспериментировать с огурцами а потом наверно в теплице займусь но не знаю сегодня или нет короче говоря как время будет огурчики сейчас конечно вот эти вот сорву здесь я ужас уже высох на лопну здесь я собрала немножко помидор но это до которой в теплице сейчас пойдущий на улице по собираю на салат на вечер очень девочки и мальчики смотрите что я делаю но может быть не кто-нибудь скажет что мне делать нечего но мне просто хочется поэкспериментировать у нас на улице такая жара но солнце меня сильно не пугает в общем я делаю так смотрите вот например покажу на примере вот этого я здесь уже обрезала все сухие листья огурец я это тоже сейчас обрежу видите здесь вот еще новенькие огурчики новенькие молоденькие и здесь смотрите видите тоже один два три четыре молоденькие огурчики я сейчас этот стебель я его сейчас освобожу развяжу вот это все развяжу вот эти все верхние листья еще отрежу землю почищу у нас уже желуди падают уже сколько взрыхлю закручу вот так вот спиралькой добавлю вот такой вот обыкновенной земли магазина и другой мне магазина и у меня тоже много нет один пакет это не полный начнем сейчас насколько мне хватит я сделаю то что не хватит но я потом посмотрю вдруг они начнут пропадать то не буду дальше делать а если будут отходить и огурчики вот эти вот расти то я так и оставлю нет вот эти вот которые у меня были огурцы видите в каком они сейчас состоянии вот эти огурцы которые у меня были мелкие которые я вот у бабульки покупала я все говорю я эти вырву кусты мнение не нужны вот так я сделала полила теперь буду смотреть что будет с этого этот счета листики не поднимает не знаю может пропадет не знаю но посмотрим может быть сейчас же распадет и он тоже оклемается эти вроде бы не чувствует смотрите у меня сколько уже помидор эти желтые которые да я в прошлый раз точно зеленый сорвала мне так и написали смотрите он уже какой оранжевый этот еще желтый верху а внизу уже оранжевый такой наверное теперь они будут более вкусными а то мне в прошлый раз видите вот смотрите какой оранжевый на этой неделе карина должна приехать я по возможности конечно оставлю побольше помидорок на кусте ну чтобы дети покушали карина покушал она сказала что у них уже все закончилось у меня еще есть немножко всем привет всем доброе утро у меня все традиционно смотрите с утра поработала вот такая рамочка помните у меня была такая рамочка но с таким коричневым львом такой больше как природная окраска попросили сделать в сером таком варианте тоже новая рамочка смотрите это на день рождения зятю он очень любит рыбалку поэтому мы придумали вот такое смотрите читайте что здесь написано специально выбирали для рыболов и золотую рыбку ему такую в подарок подарили чтоб исполнились все его желания и сегодня у меня вот такие два памперса некоторые заказывают без рамочек так стать это же можно это для бабушки и дедушки что они стали в 2000 на втором двадцать втором году постоянно так ошибаюсь и для долгожданной в дуть в ручке зариночки подарочный памперс смотрите сколько я перца собрала со своих вот этих вот двух кустов здесь еще и оставила которые вот маленькие они наверное вырастут не знаю но вот этих вот смотрите как много он должен быть красный и он еще не краснеет ну ладно будем надеяться что он покраснеет сейчас пойдем делать перцовую пасту ну вот из этого перца и пепперони он очень-очень горький сегодня настал тот долгожданный день когда я буду делать свою перцовую пасту вы видели пепперони я весь свой собрала но самые большие стручки собрала он у меня зеленый некоторые конечно покраснели немножко но на самом деле у меня зеленый тот который у меня должен быть красным у меня почему-то не краснеет хотя знаете я вчера видела такое видео с таким вопросом почему ваши помидоры не краснеет это знаете был такой очень простой ответ от того что вы их очень часто поливаете вот я думаю может быть от того что сильно часто поливаю мой пепперони не краснеет может быть оставить немножко пусть подсохнет и про помидоры еще сказали убрать все вот эти вот нижние листья они не нужны на помидоре и тогда помидорам будет больше света и кстати чем меньше помидоры поливать тем они будут слаще я этого не знала но я теперь который у меня помидоры на улице я их буду реже поливать может быть они у меня будут слаще ну потому что у меня в теплице уже осталось не очень не очень много помидоров но короче говоря нужно меньше поливать листья то все обрезать обрезала у меня там листьев на улице по крайней мере очень мало осталось ладно так я приготовила пепперони специально для вас весело для себя никогда не взвешиваю для вас взвесила 800 грамм у меня получилось пепперони а так много до целая чашка такая и здесь у меня 200 грамм чеснока я его уже почистила но чтобы сильно много не отнимать вашего драгоценного времени так что мне еще можно мне нужна еще соль соль я еще не взвесила но специально для вас сейчас взвешу соль у меня вот такая вот соль с русского магазина я этой солью пользуюсь только когда солю капусту ну и в принципе все но сегодня буду делать свою перцовую пасту тоже с этой соли нам еще нужно растительное масло растительное масло там в принципе нужно только сверху немножко налить чтобы ну ваша паста этот перец который чесноком перемолотый чтобы он просто не заветривался я буду делать все в своей кастрюле хорошо делать в мясорубке но или у кого нет электрической мясорубки или обыкновенно но не обыкновенно наверно не на германии наверно точно не у всех есть обыкновенная мясорубка у нас кстати было мы по моему ее в том году выбрать силе не такая лица в общем корзиночку убираем и отправляем наш перец в кастрюлю я естественно его помыла предварительно чистить я его не чистила я все отправляю вместе семечками потому что чем больше семечек тем горче кто хочет чтобы она у вас была более такая нежная можете семечки вытащить никогда семечки не вытаскиваю 200 грамм чеснока не знаю сказала не сказала отправляю тоже сюда 200 грамм чеснока как соль 100 грамм возьму соли потому что но очень соли там надо много а сейчас а я же могу и в кастрюле здесь взвесить что это я подзабыла ой 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 я немножко пересыпала я наверное хотя можно и не убирать ничего в этом такого нет все осталось получилось 130 грамм соли но я еще потом буду добавлять свою красную паприку как не паприку когда с красный перец острый буду делать дальше то я могу его смешать в принципе красивее конечно когда с красным перцем но прошу красным цветом как тому красивее но у меня в этом году почему-то зеленый перец пепперони уже готов красный не хочет зреть я ставлю буквально на не знаю насколько на 2 наверное минуты поставлю и я хочу чтобы хорошо помельче перемололся он да и поставлю на большую скорость вот на девяточку поставлю из мне на две минуты сейчас будет шуметь поэтому полторы минуты мне хватило я отключила немножко раньше смотрите это но это я все почище знаете она так пахнет хорошо смотрите но когда красного цвета естественно она красивее ну как я уже сказала что красный перец у меня еще не созрел приготовила две таких баночки не знаю сколько у меня получится эти баночки помните в алды йогурт есть такой кстати очень вкусный йогурт но я в алды бываю редко поэтому покупают йогурт редко но когда я покупала йогурт я эти баночки сохранила они очень такие знаете но небольшие и не маленькие чем по вместительности очень очень удобны но все пробовать я естественно не буду не она попробовала но это горько то поэтому я так немножечко соль нужно в принципе для консервации знаете чтобы у вас потом не заплеснело поэтому сейчас я наложу баночки залью сверху растительным маслом хотела аккуратно аккуратно совсем не получилось знаете чем еще хотелось с вами поделиться когда вы заказывали губную помаду ну кто заказывал губную помаду с этой ссылке которую карина оставила там так нет сюда еще наверно масло еще растительное надо вам же там тоже наверно скорее всего прислали такой пробничек от тонально тонального крема очень я ходила кристине навстречу но с ее подписчиками я пользовалась этим к этим кремом и было очень очень жарко знаете и даже по видео видно что ну как бы лицо сохранилось в нормальном состоянии ну как то так ну короче говоря мне очень понравился я вчера вечером пишу карине карина я хочу такой крем закажите мне ну все я заказала себе крем там был еще такой ангибот где можно было заказать тушь и каяль и я заказала короче тушь каяль еще один каяль и еще один каяль и еще один каяль тушь и тональный крем девочки крем тональный стоит 24 ну скажем не очень-то дешевый вариант но зато он такой более плотный но мне по крайней мере для моей кожи мне нравится такой более плотный крем я понимаю что она молоденькая личико там немножечко кремом бебе помазал и уже шикарно можно даже ничего не мазать поможет ну а нам нужно кое-что и кое-что и кое-что и кое-что и кое-что и будь замазать поэтому мне вот этот вот крем плотный и во первых от него не потеет лицо мне короче он очень понравился ночью я заказала как придет покажу вам что заказала ладно я пока буду ладно это я потом почищу все смотрите это баночка у меня полная прямо так сверху наливаю растительное масло но я не знаю грамм 50 масло растительное но он тоже так как консервант такой храню в холодильнике и все и все корейские салаты это прям очень-очень много экономит времени когда вы начинаете что-то готовить какой-нибудь пьянки-булянки когда начинаешь готовить корейские салаты а у нас корейские салаты это обязательно ни один стол мне поется без корейских салатов и это правда я первый раз делаю из такого зеленого такого перца но нам же нужен не вид его что он все равно практически не видно нам же нужен вкус нам нужно вот это вот острота она у нас будет ладно я тут все это собираю чище убираю потом с вами встретимся у меня получилось две вот таких полулитровых баночки но я еще с кариной поделюсь они тоже любят корейские салатики делать вот я закрыла дверь знаете почему вот вы спрашивали а где же володя что же с Володей да нормально все у Володи вон диван телевизор солдат отряд все на месте специально закрыла дверь чтобы не было слышно телевизора там где-то ты-ты-ты когда стреляют и бегают друг за другом собаки попросились ко мне я их запустила сюда опять закрыла дверь они теперь обратно просятся все ладно мои хорошие это убираю в холодильник а у меня даже еще немножечко больше получилось смотрите сколько я еще переложил переложила в свою баночку которая у меня с прошлого года вначале буду пользоваться вот этой а потом в дикот у меня пойдет пойдут вот эти пальчики рецепт напишу внизу под видео напишу вам на на килограмм сколько чего нужно брать и а там сами уже считаете какие пропорции вам нужны знаете че еще бы мне рассказала помните я заказывала для эрика десерт он просил мама закажи во фрост когда нам во фрост приезжал он у меня просил мам закажи десерт потому что десерт мы заказываем очень-очень редко я знаю что если например дети приедут я могу там какие-нибудь вкусные что-нибудь вкусненькое заказать но это бывает редко потому что в основном делаем все но сами карина частенько тоже приезжает и здесь у нас тоже что не делает вкусненько к чаю сестренка пишет я когда сейчас я когда сейчас собралась снимать нажала не ту кнопку и получилось что я ей позвонила мне пишет мы кушаем потому что они когда кушают мы тогда не разговариваем но потом покушает она как раз мне потом и позвонит я подумала наверное эрик может он там какую-то девочку себе решил пригласить в гости чтобы у него десерт был вы знаете чтобы меня не просить они знаете они ж меня жалеют они же меня не очень часто просят чтобы я ему что-то такое сделала вкусненькое а он мне я ему говорю эрик я заказала вот такой вот шоколадный пирог он я тебе когда он нужен то когда придешь заберешь а он говорит мама петли тебе посказал короче говоря не оправдать свои надежды окрас это для меня я вчера вечером попробовал это так вкусно и я взяла себе кое-что на заметочку там была такая помадка сверху очень-очень вкусная как-нибудь буду делать сделаю шоколадный пирог я по идее честно сказать я вот всегда говорю что шоколадную выпечку с шоколадом я не люблю и не знали не нравится а это но я поэтому и заказываю не для себя для эрик это же я знала что он любит шоколадные эти пироги потому что он даже один раз в августе я не знаю как в этом году будет ли у него это или нет они всегда я точно знаю что это в августе и у какой-то подружки но такой подружки но которая под которых друзья мне тоже там подружки не то что девочка там твоя а просто подружка с которой они там вот в компании них компания есть они там все вместе общаются у нее где-то в августе день рождения и вот эрик я не знаю сколько но лет пять-шесть точно если не больше именно в августе ей на день рождения сам пикет или печет как-то правильно сказать это опять начнут меня поправлять в комментариях что я неправильно говорю очень неважно шоколадный такой пирог и у него достаточно хорошо получается но он пикет только один пирог он пикет только один пирог вот или на этот шоколадный и она его хорошо получается но я так поняла думаю раз для него думаю закажу ему шоколадный а касса это было для меня я бы хорошо если бы я знала что для меня я может быть вообще-то не заказал знаете там какие-то цены меня я когда смотрю на эти цены мне блин сразу совершенно ничего не нравится закажи да закажи опять жорик просишься сиди теперь здесь идем сюда пойди ко мне идем и пойдем жук ты мой ты уже давно у меня тут а в камере не был да думаю прелесть соня так смотрит уже на что что-то рядышком сидит на стульчике и она так ревнило всегда смотрит даже жорк 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 но и чё и чё и чё да да моя прелесть даже поцелуйчик чему хороши гламурный мой гламурик мой а все прекрасно те вот и там такая помадка мне очень понравилось я приблизительно я приблизительно смотрю как ее делать я в следующий раз попробую тоже сделать такую помадку на шоколадном тортике ладно пошла дальше делами заниматься у меня есть еще есть заказы которые они у меня уже в процессе не у меня уже почти готовы если я сегодня вечером и если я сейчас закончу успею я вам покажу еще в этом видео если нет то скорее всего завтра утро сегодня собиралась думаю вчера просто кое-кому вчера я написала что отправлю в понедельник заказ а сегодня меня осенило мы же в баварии живем у нас же сегодня праздник цели же мария химмельфорд и бавария сегодня отдыхает но я знаю что еще какие-то земли в германии отдыхают но не все я даже не знаю хэссен сегодня отдыхает или не отдыхает а то может можно было в магазин куда-нибудь в хэссенте ездить но не знаю те огурцы которые я вчера все там вырывала и которые я пойдемте посмотрим нет я просто уже видела что с одним там короче говоря цыплят по осени считают сейчас покажу эти все ничего нормально стоят а помните я сказала ой здесь 4 огурчика даже если эти четыре огурчика будут то это уже значит себя оправдают короче говоря еще раз доказывается то русские пословицы они и есть пословицы что цыплят по осени считают вот надо было сначала дождаться я не знаю что с ним случилось я все сразу сделала сразу все полила смотрите сколько со вчерашнего дня желудей уже сюда насыпалось три орешка для золушки надо здесь хорошо закрыть корень в общем короче говоря будем наблюдать что с них получится 8 вчера была такая жара я здесь на улице возилась с этими огурцами а сегодня можно было бы на сегодня 22 градуса просто на улице шикарно после такой жары прям на улице очень очень у нас хорошо сегодня прям свежо на небе тучки может быть пойдет дождь дочь нам очень нужен потому что все 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 высохло все сухое короче нужно чтобы дождь полил полностью всю землю нет мои помидоры и огурцы я постоянно поливаю а вот все в округе высохло конечно ой 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 как прям целая настоящая засуха в германии я такого лета еще жаркого чтобы такого жаркого и долгого лета я не помню даже не могу даже припомнить хотя мы в германии живем с 95 года как-то одно лето было очень жарко когда мы жили в манхайме мы еще жили на мансарде и это ну короче говоря многие меня понимают что это было хотя у сабрины наверху стоял кондиционер но от этого кондиционера мне внизу мало что давала а мне работать когда нужно было когда мне было много работы я одно время даже специально переезжала к сабрине наверх сабрину спускала вниз говорила сабрин иди вниз потому что мне надо работать она в основном было на катке там все равно прохладненько я говорю мне работать надо я здесь внизу просто-напросто не могу я прям ложилась и мокрое полотенце на плечи и постоянно короче было жара неимоверно это было наверное года года 4 5 назад наверно было очень очень тоже жаркое лето ладно пошла дальше работать мой хороший ну смотрите поработала я все-таки я успела заснять свои работы в это видео у меня получилось много много прям работы в этом видео смотрите это для мальчика и вот такая вот для девочки все сейчас запакую она почта уже конечно повезу завтра потому что у нас сегодня выходной все мои хорошие мне осталось только все запаковать мои все эти работы сегодняшние которые у меня здесь лежит заготовка на следующую рамочку но я люблю быстро сразу делать всякие заготовки до чтобы потом не было быстрее чтобы можно было быстрее отправить заказ заказчик просто кэт я уже тоже сделала вот этот вода рамочку я бы уже сделал знаете что мне не хватает здесь еще наволочку просили сделать и я хочу чтобы было все в таких но более-менее подходящих тонах поэтому мне нужно съездить в магазин ткани и посмотреть вот этот вот минт да вот такой короче говоря ну чтобы ушел подходил чтобы это был такой комплекте а такого минт материал у меня дома нет поэтому мне нужен в магазин все мои хорошие на этом я буду заканчивать с вами попрощаюсь все пока пока и до завтра мои хорошие